здравствуйте сегодня в этом видео я покажу как что делать с геранию черенками герани что делать с листиком укорененным замиокулькаса раван из энди и также что делать с аденио то есть это видео для тех кто получает сейчас мои посылки я знаю что многие сейчас москву уже долетели многие уже получили была приятно удивлена что в якутию город мирный посылка доехала за три дня долетела точнее до москвы дошло за четыре дня но в целом я смотрю многие уже получили я старалась сделать это как можно быстрее и за четыре дня мы собственно справились с машинами выгружали на почту на почте были все в шоке конечно такого количества посылок но тем не менее основную часть я уже отправила остались те кто писал в эти выходные я уже буду отправлять там смотреть буду по погоде дело в том что у нас погода ушла в минус ночная температура упала в минус и обещают снег поэтому я вам еще напишу когда у нас немного потеплеет и я начну вот последние там несколько штук осталось и обязательно отправлю и так давайте начнем с того что сделать с пеларгония будет пеларгония потом замиокулькас потом адениум можете перемотать видео какие вам интереснее будут моменты что делать после получения и так вам пришли растения их можно полить и опрыскать цирконом четыре капли циркона на один литр воды если литр много ну делите то есть одна капля на четвертую часть литра сколько это там 250 до 250 миллилитров одна капля циркона куда пересаживать пересаживаем либо в стаканчик на 500 миллилитров прозрачные чтобы увидеть что растет корневая либо сразу в горшок я сажаю всегда в технические на один литр для того чтобы ну как бы черенок прижился и начал набрать массу как вы видите что верховая часть пошла у вас значит корневая скорее всего тронулась для стимуляции корневой системы используем прорут самое лучшее потому что после переезда растение очень сильно стрессует и корневая на две недели замирает и просто ну вообще растение не растет две недели если поливаете прорут 4 капельки на литр то корневая моментально уже на третий день там появляются корни шикарная такая корневая растет очень хорошо либо корневин используем 1 грамм на 1 литр грунта можете размешать воде можете если в воде то 1 чайная ложка на литр разбавляете сразу поливаете потому что корневин оседает воде по поводу грунта смешиваете одна часть торф нейтральный верховой одна часть земли то есть один к одному земля любая универсальная и добавляете либо солид либо перлит можно добавить счет древесного угля и так по поводу замиокулькаса а замиокулькас у вас пришел вот в таких стаканчиках сразу скажу вынимаем вытаскивайте проверяйте что там в итоге внутри клубень должен быть твердый я растение не поливала они приедут к вам сухие я смотрела некоторые посылки до 2 недели но мы это обговаривали поэтому смотрите если вы увидели какой-то процесс сморщивания клубень замочите воде на 30 минут также можете полить цирконом опрыскать листик цирконом одна капелька на 250 миллилитров если все нормально пересаживайте обратно вот у вас приехал совершенно чистый торф то есть я пересаживала они к вам приехали в чистом торф это агробалт синий верховой торф нейтральный то есть это не реклама вы можете взять любой торф вообще на рынке существует два вида торфа это классман и агробалт агробалт делится в принципе классман делится на нейтральный верховой на низинный кислый поэтому эти моменты обязательно проверяйте и так оставляете в этом стаканчике поливаете когда просыхает обязательно когда у вас клубень будет расти вот видите вот этому растению полгода ну не полгода наверное месяцев 7 даже вот клубень растет я еще видео в этом покажу чем стимулировать но вот мои проверенные средства которые влияют на стимуляции карт ну вот клубня чтобы она была мощная это у меня стояла на фитильном поливе вы тоже свои растения можете перевести на фитильный полив по поводу фитильного полива смотрим мои видео где-то там на канале у меня есть видео о том как повести на фитильный полив замиакулькас и они кстати на фитильном поливе растут намного быстрее два в три раза быстрее вот чем больше будет клубни тем больше у вас будет появляться листочков то есть работаем на то что стимулируем корневую систему у замиакулькаса все работает от клубня будут большие клубни у вас появится очень много деток но иногда детки лезет лезу даже на маленьком клубне такое тоже бывает при стимуляции специальными средствами я видео их обязательно покажу по поводу грунта маленьких таких малышей я выращиваю только в чистом торфе можно по желанию добавить перлиты если хотите или циолита уже большие растения например вот смотрите литровый горшок я и добавляют циолит также добавляю древесный уголь вообще замиакулькас очень любит древесный уголь имейте это ввиду хотя бы там столовую ложку или био чарс или древесный уголь обязательно добавляйте и так хочу показать про удобрение смотрите я использую кстати это не река не реклама совершенно вот это просто мое любимое средство bio ford и стимулятор роста и монокалий фосфат как это работает монокалий фосфат увеличивает клубни за счет того что фосфор влияет на размер стимулятор ford и он тоже стимулирует рост клубни и при этом стимулирует рост самих вот листочков я вообще это средство обожаю но я его использую не по инструкции вам надо 2 миллилитра на один литр воды можно даже 3 миллилитра на 1 литр воды и поливать им если у вас фитильный полив то постоянно если не фитильный то ну каждый полив а монокалий фосфат 1 грамм на 1 литр воды максимально 2 грамма на 1 литр воды но смотрите уже по растению и так по поводу адениума тут мне написали уже о том что это ядовитое растение странные такие ужасы в интернете о нем прочитала о том что где растет это растение люди задыхаются там дети болеют ну в общем аллергия у них бывает вообще не дышит а я эти растения выращиваю три года все вы знаете что у меня есть маленький сын и у меня этих растений в комнате 100 штук растет и еще никто от этих растений у меня не умер не задыхался не кашляет не чихает в общем я вам скажу что я не знаю насколько она ядовитое когда листики отрываешь у этого растения течет водичка и говорят что она ядовитое вызывает ожоги на самом деле когда я делаю обрезку вот у меня что штук у меня все руки в этой воде я не работаю в перчатках и никакой нет у меня никакой реакции на них совершенно это что они ядовитое я конечно не знаю я их не пробовала насколько они вот но имейте ввиду что рекомендуется работать в перчатках хотя я ни разу этого не делала по поводу удобрений я использую для них хэси архивит почему его потому что он влияет на цветение он влияет смотрите он влияет на корни он влияет на цветение и влияет на рост это удобрение такое три в одном тоже не реклама совершенно просто вот для адениумов я выбрала вот такое средство вообще это удобрение подходит для любых цветов то есть она универсальная можно вот его купить и больше никаких если для вас она дорогое она кстати не дешевая можете купить фертика люкс и поливать смело вот ваша адениума фертика люкс там по инструкции уже смотрите я просто уже давно не применяла я уже не помню как там говорят что на фертике люкс адениумы тоже хорошо цветут они у вас зацветут смотрите обычно они зацветают через год час вы получили четырехмесячные адениумы где-то они обрезаны где-то не обрезаны те что не обрезаны они очень хорошо расшли и они сами будут ветлиться они такие быстрее зацветают те что обрезаны вы видите что они пышненькие у них там несколько стволов они чуть подольше скорее всего через год через два точно зацветут но при должном уходе адениумы любят очень много света минимум 50 ватт максимум максимум наверное бесконечности потому что 100 ватт и они вообще вот лучше конечно 100 ватт от 50 до 100 ватт они вообще у меня стояли под 120 ваттами но там лампа линейная нас 90 сантиметров и шел поток и очень близко они к лампе стояли плюс лампа греет и они там в тепле под мощным спектром света там фито стоит с pdf в общем потоком света аж до 800 то есть вот если вам интересно можно потом рассказать что такое поток света вот они под большим поток света вообще имейте ввиду что это роза пустыни они выведены из африки а где палящее солнце но имейте ввиду что даже если они пустынные они любят полив если вы их редко поливаете они сбрасывают листву листва желтеет и скидывают они и так что не надо вот думать о том что вы вот полили ее 1 месяца он у вас кстати засохнет таким образом притом они еще маленькие это взрослое растение вы можете реже поливать а вот этих малышей их надо вот просох грунт а он очень быстро сохнет сразу поливать ей в принципе через каждые три дня поливаю по поводу грунта смешиваем торф верховой нейтральный одна часть торфа и одна часть перлита перлит можно заменить на циолит то есть один к одному торф с перлитом или торф с циолитом отличное сочетание отлично растут малышей и иногда сажала в чистый торф но вообще все мои взрослые адене мы сейчас стоят торф с циолитом и горшки так тяжелее не падают когда высыхает и вот отлично растут отлично цветут по поводу удобрения сказала хотите цветение вот хайси архивит или фертика люкс смотрите уже по финансам в целом отличное удобрение и так если какие-то вопросы еще остались пишите расскажу попробую видео отметить все моменты если вы что-то не услышали или не поняли или про удобрения по поводу герани ну там уже сами смотреть там можно чем угодно поливать если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена